всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена кофточка для моей свекрови готова и как обещала я делаю для вас мастер-класс в формате экспресс мастер-класса то есть вязать я ничего в камеру не буду но я подробно вам расскажу как я связала это изделие сколько у меня было петель какие я делала убавки и так далее сейчас вы на экране увидите схему этого узора схема узора очень простая обратите внимание раппорт узора начинается там где идет первая стрелочка и заканчивается там где вторая стрелочка значит если вы вяжете обратно поворотными рядами то вы соответственно берете нужное количество вам раппортов и прибавляйте еще 2 кромочные я же вязала по кругу поэтому у меня 2 кромочные выпали я об этом вам тоже расскажу какое количество петель я набирала и так для начала давайте разберем мои записи вот я все записала пожалуйста значит связана кофточка это на размер м это по русски размер 46 48 с какого материала я вязала эту кофточку ведь я уже приготовила здесь пряжу чтобы вам показать я получила в подарок от леночки которая живет здесь в аугсбурге моя подружка вот такую пряжу замечательную от фирмы этрофилл называется пряжа кашмир это искусственный кашемир вот я все показываю здесь я тоже вам все расскажу потом покажу записи мои значит это искусственный кашемир и у нас получается в 100 граммах 225 метров вот вы видите у меня в упаковке было пять мотков и у меня вот еще целый моток остался я буквально с этого моточка взяла буквально один сантиметр чтобы довязать резинку на рукаве то есть ну вообще вот прекрасный расход пряжи да то есть мне хватило 4 мотка один моток у меня еще остался вторая пряжа с которой я смешивала вот эту пряжу это пряжа yarn art silky vu эту пряжу я брала в одну нить и эту пряжу я брала в одну нить здесь у нас пожалуйста все обозначения это по составу пряжа шелк и мериносовая шерсть и у нас моточек 25 грамм но здесь очень хороший метраж 190 метров здесь очень тоненькая ниточка такая прям знаете тонюсенькая легенькая нежная я в одну ниточку эту брала нить эту и вязала на спицах четыре с половиной только горловину и манжета оформляла на спицах номер 4 последние два ряда и у меня упаковка было 10 мотков сначала первые мотки у меня шли один в один а потом уже к концу вязания у меня получилось так что здесь использовалась у меня 4 мотка один моток остался а здесь использовалась четыре с половиной мотка и вот от пятого мотка осталось вот это то есть у меня осталось еще пять с половиной мотков вот этой пряжи и И что у нас получается? Вот, пожалуйста, кому подробнее, можете сделать скриншот. Здесь все по пряже я написала. И получается, что расход вот этой пряжи от фирмы Этрофил 400 грамм, а расход вот этой пряжи от Ярн Арт Селки Вулл получается приблизительно 120 грамм. Получается, что вместе вес изделия 520 грамм. Очень хороший расход. И у меня здесь еще осталось много пряжи. И можно еще что-то придумать и скомбинировать. Итак, что хочу сказать, что после стирки очень становится мягким полотно. Нереально мягким. Просто, вы знаете, как... Ну, вот если вату в воду опустить, да, вот такой эффект получается. Вот такой мягкости, вот такой невесомости. Соответственно, я быстренько это все в теплой водичке простирнула, потому что мне просто стирать не надо было, но только чтобы петельки разровнялись, да. Потом абсолютно нормально я выжила это все. Потом я разложила это изделие на полотенце, свернула вместе с полотенцем, выжила в рулике. И потом просто это изделие разложила. Оно, конечно, тянется во влажном состоянии, да. То есть можно любое, как говорится, любую форму придать, да. Поэтому нужно осторожным быть, когда изделие во влажном состоянии, придать именно ту форму, которую, ну, нужно, да, правильную форму. Вот я вот разровняла рукава здесь, разровняла все вот эти вот швы по пройме, да. Вот скос плеча, все это, горловину. Ну, то есть, и потом, когда высыхает это изделие, вот из этой пряжи, все, оно принимает вот эту вот форму, и оно замечательно не тянется. Все такое стабильное, очень-очень хорошее. И очень-очень мягкое, тактильно мягкое к телу. Вообще, моя свекровь, это я для нее вязала кофточку, она сама выбирала эту пряжу, ей очень понравилось. И потом, когда я привозила на примерку, ей также понравилось по мягкости. Итак, я постирала, это у меня уже готовое изделие. У меня получается ширина изделия 53 сантиметра от одной стороны до другой стороны. Длина изделия 64 сантиметра в самой высокой точке плеча и 60 сантиметров в самой низкой точке плеча. Соответственно, скос плеча у меня составляет 4 сантиметра. Ширина рукава вот здесь, в самой широкой части у проймы 17 сантиметров. После убавок у запястья уже у меня получается 13 сантиметров. Длина рукава от начала до конца 60 сантиметров. Высота проймы составляет 20 сантиметров. Ширина плеча 12 сантиметров. Ширина горловины без обвязки я мерила, то есть я вот померила вот отсюда и до вот этого места, то есть без обвязки. И у меня получилась ширина горловины 21 сантиметр. Глубина горловины получается от плеча без обвязки вот до этого места 13 сантиметров. Скос плеча 4 сантиметра, это я уже вам сказала. Причем пройму я, соответственно, мерила, когда я ее замеряла, именно вот так. Вот пройма, вот пройма, но это она по длине. А я же делала убавки, то есть вот идет здесь пройма. И я измерила вот именно от этой линии до плеча 20 сантиметров. То есть не вся длина, если вот так растянуть, а именно высота после вот этих убавок, которые я делала после подрезов. Значит так, кто-то мне написал, значит, что зачем делать подрезы, если у вас шивное изделие. Друзья мои, у меня изделие не шивное, у меня нет швов. Я вязала изделие по кругу. Поэтому в области проймы я делала убавки, и называется это, да, это называется подрезы. Это терминология из, ну скажем так, швейного контента, невязального швейного, да. Вот это место называется пройма, а именно убавки, начальные убавки для проймы, это называется подрез. Поэтому у меня все сделано, все выполнено у меня правильно. Так, дальше. Кто-то написал, вы заметили, да, уважаемые зрители, что здесь у меня узор идет вверх, а здесь узор идет вниз. Совершенно не критично. Я очень рада, что вы это заметили, вы мне это написали, я это знала, так как, естественно, изделие я вязала здесь снизу вверх, соответственно, и узор идет снизу вверх, а рукав я вязала имитация вточного рукава, и я вязала сверху вниз. Поэтому, соответственно, узор у меня также идет сверху вниз. Но именно в этом узоре это не критично. Ну, то есть, вы видите, да, здесь две дырочки, тут не о чем разговаривать, да. Поэтому здесь не критично, в какую сторону идет узор, вверх или вниз. Если бы, конечно, это был какой-то ажурный узор, листья, араны, которые должны идти в одном направлении, соответственно, естественно, вяжем тогда обычный вточной рукав, вяжем снизу вверх и оформляем окат. Это уже по желанию, кто как, знаете, хочет, кто как любит, кому как нравится. Значит так, что у меня получается? Раппорт узора у нас 8 петель. То есть, соответственно, у меня получилось 22 раппорта. Это равно 176 петлям и одну петлю я для смыкания набрала. То есть я набрала 177 петель, провязала резинку. Вы спрашивали меня, что это за резинка, что это за вязка, за узор. Это обычная резинка один на один со смещением. То есть, посмотрите, сначала я вяжу первые два ряда по узору. Ну, то есть я по кругу вяжу, поэтому у меня получается один лицевой ряд как лицевой, а второй лицевой ряд за изнаночный у меня считается. Поэтому вы, если тоже будете вязать по кругу, имейте в виду, по схеме указаны только лицевые ряды для обратно-поворотного вязания. То есть, соответственно, изнаночные ряды вы самостоятельно будете провязывать лицевыми и будете все это самостоятельно считать. Значит, что получается, я беру одна лицевая, одна изнаночная, лицевая изнаночная, провязываю еще один ряд таким же образом по кругу, или если вы вяжете изнаночные стороны, то по узору. А вот в следующем лицевом ряду я просто меняю петельки и провязываю еще два ряда вверх. И получается вот такой вот узорчик. Это не резинка, это не держит никакую форму, но зато не закручивается край и получается достаточно оригинально. Я посмотрела, что здесь будет очень хорошо это комбинироваться с этим узором. Вообще подходит под любые узоры. Я достаточно часто в своих изделиях так делаю. Ну, соответственно, я также сделала на рукавах и точно так же у меня сделаны и на горловине. Вот, все то же самое. Значит так, плотность моего вязания, вот самое главное не сказала. У меня в одном сантиметре две петли и в одном сантиметре три ряда. Если попадаете в мою плотность вязания, подходят все эти расчеты, пожалуйста, вяжите с удовольствием. Основное изделие я вязала на спицах номер 4,5, а манжеты я вязала последние два ряда. И здесь последние два ряда я вязала на спицах номер 4,5. И еще я оформляла крючком, вот здесь укрепляла пройму. Как укрепить пройму, я оставлю ссылочку под видео. Вы также меня просили сделать мастер-класс, имитация вточного рукава. Друзья мои, мастер-классов величайшее множество на YouTube-канале. Я посмотрела мастер-класс Маргариты Герасимовой один раз еще давно. Я поняла этот принцип. Там очень все легко. Поэтому ссылочку я оставлю, вы тоже можете посмотреть и тоже можете попробовать. Возможно, вам понравится. Не могу сказать, что это идеальный способ. Я рукав перевязывала раза два. Потому что у меня несколько другой был сначала здесь набор ритм, набор петель. Потом я этот ритм немножечко скоррегировала, скорректировала. Ну, кому-то нравится все время. Кто-то все время вяжет имитацию вточного рукава. Я раза два, три может быть вязала. Не подо все изделия могу сказать, что это идеально подходит. Но вот здесь как раз вписалась. Правда, после двух перевязыв. Но ничего. Итак, значит, что получается. Набираем 177 петель. Одну петлю для смыкания получается 176. Это получается 22 раппорта. Вяжем по схеме. Не заморачиваемся. Вот прям главное считаем ряды, чтобы не запутаться, где у нас лицевые, где изнаночные. Вот. И вяжем все себе прекрасненько, прекрасненько до высоты проймы. Вот. Вот как мы дошли до высоты проймы, мы начинаем с вами оформлять пройму. И что в моем случае у меня получилось. Я же вязала по кругу, соответственно, где у меня были, ну, бока в моем изделии, я поставила себе маркер, чтобы каждый раз не считать, не запутаться, где там у меня кончик, чтобы потом не смотреть, да. Я поставила себе маркер с одной стороны и поставила себе маркер с другой стороны. То есть получается у нас 83 петли по переду и 83 петли по спинке. Получается так. Я поставила себе маркеры, все, довязала я, у меня это получается, вот, 40 сантиметров я довязала высоту и стала оформлять пройму. Каким образом я стала оформлять пройму? Так как у меня стоит маркер, вот, вот это вот у меня середина шов, допустим, маркер, да, с одной стороны, с другой. Я начинаю закрывать петли, 3 петли до маркера закрыла и 3 петли после маркера. И это я сделала вот с этой стороны, то есть вот я дошла до нужного мне места, вот у меня середина, здесь надет маркер, вот я закрыла 3 петли до маркера, 3 петли после маркера. Провязала я на следующую сторону, да, у меня здесь то же самое, у меня тоже здесь посередине стоит маркер, я тоже закрыла 3 петли до маркера и 3 петли после маркера закрыла. Все, я выполнила пройму. Подрезы, так называемые подрезы, скажем так. Далее, что я сделала? Я стала дальше, ну естественно, перед мы потом вяжем отдельно, спинка у нас отдельная. Спинку пересняла на другие дополнительные спицы и стала вязать перед. Провязала, теперь уже я вяжу обратно поворотными рядами. Я провязала изнаночный ряд следующим рядцом, еще три закрыла с одной стороны и, соответственно, три закрыла с другой стороны. Провязала следующий ряд, две с одной стороны, две с другой стороны. Еще один ряд, еще две, еще две и еще одну. То есть у меня достаточно такая глубокая пройма, потому что по просьбе моей свекрови она попросила не делать узкую пройму и не делать высокую пройму. Ей нравится, когда на плече свобода, облигание большая, хорошая, свобода облигания. Не нравится ей, когда давит, когда узко, когда швы чувствуются, не любит. Поэтому я по ее просьбе сделала более глубокую пройму. Вы, конечно, смотрите, примеряете по себе, вы смотрите по своему изделию, вы смотрите, как это лучше сделать вам. То есть ваши расчеты не обязательно должны быть такие, как мои. У вас может быть совсем-совсем по-другому. После того, как я это все выполнила, и я довязала до высоты горловины, опять-таки высоту горловины каждый регулирует самостоятельно. Можно ниже сделать, можно выше сделать, можно прям совсем под горло сделать, как угодно. Вот, я дошла до горловины. У меня это получилось где-то от оформления проймы, где-то, ну, сантиметров, наверное, 12. Я еще провязала, вот от проймы сантиметров 12 в высоту приблизительно. Вот, и у меня получилось, я 25 петель провязала с одной стороны, 11 петель закрыла, у меня 25 петель с другой стороны. Все, я вяжу эту сторону, это пока у меня свободная. Я вяжу эту сторону и вяжу лицевой ряд изнаночный, лицевой и изнаночный, и убавляю здесь петельки. Все, убавила еще 4 петли, продолжаю вязать дальше. Довязала до нужной мне высоты, оформила скос плеча. Скос плеча я оформляла обратно поворотными рядами. То есть, 21 петлю я разделила на 4 части и стала просто обратно поворотными рядами здесь убавлять. Можно просто частичным закрытием делать, как угодно. Можно не делать скос плеча. Если у вас красивые спортивные плечи и вам скос плеча не нужен, то, пожалуйста, и не делайте. Соответственно, одну сторону я довязала, точно так же связала и другую сторону. И здесь убавки точно так же с этой стороны по горловине сделала, так же, как и здесь. Все, я перед связала. Приступила к вязанию спинки. На спинке я тоже делала убавки после проймы, но уже не такое количество. У меня получилось еще раз 3 петли, еще раз 2 и 1. Все, так же я сделала и с этой стороны. После убавок у меня получилось 65 петель. Здесь 61, здесь 65. Соответственно, я вязала. У меня тоже на спинке оформлен вырез горловины, но он у меня не такой, соответственно, глубокий. Сейчас, одну минутку, я разверну изделие, вам покажу. Вот, пожалуйста, посмотрите. Здесь у меня тоже, вот, видите, вырез горловины, но он не такой глубокий. Он буквально в пределах 2 сантиметров получается. И, значит, у меня что получилось? Я дошла до нужной высоты. Я уже посмотрела, а вот мне здесь скос плеча нужно оформлять. Я сделала один разворот. С этой стороны второй разворот сделала и закрыла средние 19 петель. Потом у меня осталось еще 2 разворота. И за счет этих двух разворотов я с одной стороны 2 петли сократила. И потом сюда вернулась и с этой стороны 2 петли. 2 разворота сделала и 2 петли сократила. Все. И у меня получилось, ну, вышло оно тоже количество петель. 21 петля на плече, здесь по спинке и также по переду. Все. После того, как все это у меня было готово, я сделала обвязку горловины. Потому что я уже убедилась, что в изделии это важно. Когда горловина не закончена, можно ошибиться с длиной рукава. Когда же горловина уже закончена, здесь она зафиксирована, тогда уже легче определиться, какую длину рукава делать. Поэтому я всегда горловину в изделии оформляю вперед, прежде чем я вяжу рукав. Я, значит, набрала все петли, которые у меня были закрыты, провязала один ряд изнаночными петлями по лицевой стороне. И потом провязала также резинку со смещением. И здесь я вязала спицами 4,5, а последние 2 ряда я поменяла спицы на номер 4. И закрытие я сделала с изнаночной стороны эластичным способом путем накида. Тоже очень много есть видео на ютубе. И там очень все легко, просто делается накид перед лицевой и перед изнаночной. И потом он точно так же сбрасывается на левую спицу. И получается зафиксированная такая красивая горловина. И в то же время комфортно будет надевать этот джемпер через голову. Все, когда я все закончила, я, соответственно, приступила к вязанию рукава. И у меня получилось, что так как это мягкая пряжа, я постирала ее, соответственно, то у меня пройма вытянулась. И она стала длиннее. И меня это не устраивало. Мне нужно было ее зафиксировать именно той высоты, которая мне была нужна. И мне была нужна высота 20 см. То есть по меркам моей свекрови. Значит, соответственно, я сделала тамбурный шов по кромочным петлям, по периметру всего моего рукава, не рукава, а проймы, извиняюсь. И то же самое я, соответственно, сделала и с этой стороны. Я точно так же закрепила пройму крючком. Укрепила. Точно так же сделала тамбурный шов. И когда я делала тамбурный шов, я что хочу сказать. Вот эти вот петли, которые здесь были закрыты, вот где я закрывала три, потом еще три, еще три. То есть здесь вот 10 петель вот этого так называемого подреза, так называемого начала вот нашей проймы, я их не обвязывала. Они здесь достаточно стабильные. Я обвязывала крючком именно вот эти петли, начиная с одной стороны от подреза всю пройму и с другой стороны до подреза, соответственно. Я вот так сделала. И я считала, сколько у меня здесь петелек, потому что надо, чтобы было одинаковое количество с одной стороны и с другой стороны. Это влияет на количество петель набора, чтобы потом не ошибиться. И у меня получилось до подреза 56 петель. То есть у меня до подреза получилось 56 петель. Вот эти 10 петель, которые у меня были по подрезу, я их не трогала. Я их набрала уже потом, когда я набирала все петли на рукав. И у меня в конечном итоге вот на рукаве получилось 66 петель. То есть 10 петель подреза. Значит, что? Я набирала, ну, крючком делала петельки и считала раз, два, три. И так вот считала. Значит, у меня было с одной стороны 56, с другой стороны 56. И я стала делать имитацию вточного рукава. То есть я все петли набрала на спицу. И у меня получилось полностью по рукаву 66 петель. Уже с вот этими петлями подреза. 66 петель с одной стороны, 66 петель с другой стороны. Петли набора я выполняла тоже на спицу номер 4, чтобы эти петельки были поменьше, да, петли набора. Значит, спицы номер 4, да, потом я вот эти вот петли, когда набирала, а, кстати, я набор выполняла вот сразу уже здесь. Смотрите, как я делала. Сейчас я вам объясню. Вот плечо. Вот. Вот я присоединила нить сразу вот здесь. То есть не в шве, не вот здесь внизу, а здесь, где я начну вязать после ряда набора. То есть я отчитала по кромочным петлям, ну, вот укрепленные мои петли, я отчитала от плечевого шва 11 петель. Закрепила нить и стала набирать петли. Соответственно, до этого момента у меня получилось 66 петель. Вот. Значит, набрала здесь, у меня получается, прикрепила нить 11 петель до шва, и потом все петли набрала, вернулась в это место. У меня получилось 66 петель. И теперь я начинаю свое вязание. Начинаю вязание именно вот с этого момента, где мои 11 петель. То есть я провязываю 11 петель до шва, 11 петель после шва. Вот у меня хорошо видно. Видите, вот это место я провязала. И вот здесь я начала развороты. Я начала потом подхватывать, то есть провязала изнаночный, в следующем лицевом здесь взяла петельку, в конце лицевого ряда здесь взяла петельку. Петельки обвиваем. Ну, это в мастер-классе Маргарита показывает. Опять изнаночный, в следующем лицевом, опять здесь петельку, здесь петельку. И так в каждом ряду я поднимала петельки, петельки, петельки до линии подреза. Вот. А потом, когда я дошла до подреза, вот эти все петли я подняла одним разом. То есть здесь я уже не поднимала по одной петельке, я подняла их одним разом. И так как это имитация вточного рукава, мне нужно было здесь сделать убавки. И я мыском стала делать здесь убавки 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, пока у меня не получилось здесь 3 вместе. Я изначально брала нечетное количество петель, 3 вместе. И потом я на рукаве сокращала петельки. Я не делала никакого шва, я не сокращала. Здесь 2 петли, здесь 2 петли. Я просто сокращала всегда 3 петли вместе. И вторую петельку ставила на место первой. И у меня получились вот как бы и шов, и в то же время убавки аккуратненькие. Три вместе, это получается, соответственно, с одной стороны убавляется одна петля, с другой стороны убавляется вторая петля, и одна петля остается у нас по центру. И все. И я делала убавки до того количества петель, какого мне было нужно, и у меня получилось на рукаве, значит, в начале рукава 66 петель, потом делала, делала, делала убавки, и вот здесь уже у запястья у меня 46 петель. Можно уже сделать рукав, да, можно не длинный делать рукав, можно 3 четверти делать рукав. это все по желанию у меня свекровь попросила чтобы я ей сделала рукав длинный она хотела вот сейчас именно весной эту кофточку надевать а так как мы живем в Германии у нас такая погода обманчивая даже если наступит весна у нас может быть один день плюс 15 а на следующий день у нас может быть плюс 5 вот поэтому соответственно вот так у меня по рукаву получилось как я ориентируюсь с какого количества петель вот здесь делать набор то есть начало рукава я хочу сказать вам что раньше когда я пробовала вязать имитацию вточного рукава я делала вот здесь начальное количество петель меньше то есть я например начинала только лишь с 10 петель и потом начинала петельки поднимать-поднимать это надо смотреть конечно смотря из какой пряжи вы вяжете толщина вашей пряжи высота вашей проймы и так далее но я для себя отметила такую тенденцию вот не знаю такую особенность что когда набирается маленькое количество петель И потом делаются эти прибавки. Рукав получается не под углом 45 градусов по отношению к изделию, как он должен быть. А он получается вот таким. Он получается вот так. И когда надетое изделие, то оно вроде бы нормально. А когда вы двигаетесь в изделии, то вот здесь получается пузырь. Я не знаю, как назвать это. Лишняя пряжа, лишнее изделие получается. Поэтому я для себя поняла, чтобы вот этот угол сохранить по отношению к изделию. И 45 градусов, как должен быть рукав, как у нас в наших фабричных изделиях точно так же. То захват именно начала рукава должен быть немножечко больше. Не вот здесь. А все-таки вот как мы когда вяжем, допустим, не имитацию вточного рукава, а обычный рукав. Мы делим нашу пройму на три части. То есть первая часть у нас идет, когда мы оформляем пройму и окат по рукаву. Потом у нас идут наши убавки частичные. И третья часть у нас идет закрытие рукава. И вот именно мы тоже закрытие рукава, мы же его не делаем здесь. Оно у нас тоже где-то получается после двух треть. Одна треть, вторая. И вот здесь мы начинаем делать закрытие рукава и потом его пришиваем. То здесь я ориентировалась приблизительно вот по этому методу. То, что я разделила как бы пройму на три части и вот одна треть у меня получилась именно вот здесь. То есть не слишком такое маленькое начало, узкое начало чуть-чуть, но и не слишком широкое, конечно же, оно должно быть. Ну вот в пределах, вот так у меня получилось. То есть от, если смотреть от плечевого шва, это где-то в пределах, ну скажем, пяти сантиметров, пять с половиной сантиметров. И здесь точно так же. Ну еще раз повторюсь. У вас может быть по-другому, потому что у вас могут быть совсем другие расчеты по рукаву. Совсем другое изделие у вас может быть и по ширине. И пряжа у вас также может быть другая. Поэтому все индивидуально, если вяжете на себя, значит, соответственно, еще легче. Примеряете сразу на себя и все сразу становится понятно. У меня немножечко по-другому. И мастер-класс я сейчас делаю без, как говорится, модели, потому что я не уверена, согласится ли свекровь, чтобы я ее фотографировала, выставляла ее фотографии. Поэтому я предоставила вам фотографии на манекене. Ну, я думаю, что здесь, в принципе, все понятно. Очень простой узор и достаточно простые и легкие расчеты и объяснения. Значит, вот кому нужно еще раз, пожалуйста, показываю мои записи. Можете сделать скриншот, если вам это поможет в вашем вязании. И здесь, соответственно, вот по рукаву, пожалуйста, вот так. Все, уважаемые зрители, я все вам рассказала, все вам показала. Думаю, что все было понятно. Если остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. На этом свой мастер-класс я хочу закончить. Хочу пожелать вам, конечно же, вдохновения. Ровных и легких петелек. Вяжите с удовольствием. И до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова